Лоу Брейкерс Кто не в курсе, Лоу Брейкерс это онлайновый шутер с продюссированный Клиффом Ближински, автором Gears of War. Игра напоминает Overwatch, которую скрестили с Tribal Ascent. То есть взяли тот же концепт, тех же персонажей и даже те же перки, но убрали няшность и мультяшность, а взамен добавили кровь, джетпаки и фокусы с гравитацией. Получилось, грубо говоря, все та же Overwatch, только весьма брутальная и намного более динамичная. В игре 9 классов. С одной стороны они классические, типа пулеметчика, скаута, медика и так далее. Но с другой стороны классы своеобразные. Авторы как будто взяли Трейсер, Фару, Бастиона и других известных персонажей, разобрали их на части, а потом собрали в другом порядке и с учетом специфики игры. Разнообразная гравитация на картах, особенности самих карт и очень быстрый темп тоже сильно повлияли на классы. Например, как уже было понятно по открытой бете, снайперы этой игре не нужны. Несколько персонажей могут бить на дальние расстояния, но на данный момент необходимость в этом есть только на одном конкретном режиме и на одной конкретной карте. Это режим, где нужно включать передатчики на своей базе, а карта называется Вертига и там в основном открытое пространство. Бывает, что команда хватает передатчик, приносит на базу и возводит хорошую плотную оборону. В таком случае соперникам нужны снайперы, чтобы прикрывать тех, кто ползет в самое пекло, чтобы украсть передатчик. В остальных случаях снайпер не нужен. Во-первых, открытых пространств не так много, а на некоторых картах еще меньше. Во-вторых, просто невозможно сидеть долго на одном месте. Геймблей такой, что это бессмысленно и даже опасно для здоровья. Карты и режимы сильно влияют на выбор класса. Можно, допустим, любить пулеметчицу, потому что она быстрая и мощная, но в коридорах от нее мало толку и лучше выбирать другого героя. Она отлично подходит для других условий, когда карта свободная и очень важна скорость. Например, для футбола. Есть режим, где нужно хватать мяч и быстро нести его на базу противника. Здесь медленные персонажи вообще бесполезны. И все берут быстрых, вроде той же пулеметчицы и скаута. А если речь идет о захвате точек и точек несколько, то можно взять робота, который может ставить щит и полностью блокировать коридор. Режимы похожи друг на друга, но отличаются важными нюансами. Все они представляют собой переосмысленную классику типа захвата точек и захвата флага. Но, условно говоря, флаг может быть тем же футбольным мячом, который для победы нужно просто отнести на базу противника. А может быть передатчиком, который нужно украсть, а потом удерживать какое-то время. Точки тоже захватываются по-разному. В одном режиме нужно просто на них доминировать, а в другом режиме важно не время, на протяжении которого ты удерживал одну и ту же точку, а их количество. Там есть три точки. Их нужно захватывать, потом на перерыв, потом снова захватывать, потом снова на перерыв. И так пока кто-нибудь не наберет в сумме 16 захваченных точек. Захват происходит очень быстро, и ожесточенная борьба обычно идет только за одну точку из трех. Просто потому, что всей команды не хватает. Разработчики много говорят о том, что это чисто скилловая игра, и в каком-то смысле так и есть. Они действительно следят за балансом. Открытая бета не прошла зря, и сейчас классы более-менее равноценны. Стать лучше с помощью денег нельзя. Все, что можно купить, это скины и прочую подобную фигню. Но чем больше играешь, тем больше понимаешь, что даже скилл не очень важен. Ты можешь быть каким угодно крутым игроком, метким и быстрым, но если твоя команда отстой, то ты проиграешь. Если ты бегаешь за фрагами, а не помогаешь товарищам, и твоя команда проигрывает, то в итоге ты зарабатываешь меньше опыта, чем любой плохой игрок из другой команды. Количество опыта, которое получает команда-лидер, всегда намного больше. Но она не станет лидером, если условия матча будут волновать двух человек из пяти. Нужно работать на общее дело, и только тогда все будет хорошо. Если твой товарищ несет батарею на базу, ты должен его прикрывать. Ты должен схватить пулю вместо него. Ты можешь погибнуть, но это ничто в сравнении с победой команды. В твоей смерти нет ни позора, ни убытков. И в этом неочевидное достоинство Lowbreakers. В отличие от многих подобных шутеров, она очень хочет, чтобы игроки были всегда друг за друга. В том числе, по этой причине, здесь нет обычного дезматча. Только режимы, которые заставляют работать сообща. Учитывая, что игра невероятно динамичная, это очень круто. Всегда стоит жара, и никогда не бывает скучно. Ругать Lowbreakers не за что. Но некоторые мелочи или немного раздражают, или немного разочаровывают. Допустим, нужно прождать несколько минут, чтобы найти матч. А если вдруг посреди матча кто-нибудь уходит, то пока игра не найдет замену, команда, скорее всего, будет проигрывать. Потому что людей не хватает, а игра командная. Ну и персонажи сами по себе скучнейшие. Но про это говорили задолго до релиза. Скучные посредственные личности, и поэтому наплевать на скины, на ящики, на весь этот хлам, который вдобавок разработчики пытаются продать за деньги. На геймплей это не влияет, а на первый взгляд человек с улицы не должен об этом волноваться. Но если никто не будет тратить реальные деньги на шмот, то авторы будут зарабатывать меньше. А если не будут зарабатывать, то игра станет условно бесплатной. И после этого у нее два выхода. Или стать хуже, или умереть. На этом все. Удачи и до встречи на playground.ru